всем огромный огромный привет я тут пока варю яйцам в своей любимой яйцеварке знаете вот купила не пожалела вот честно мучили сомнения нужно она мне или нет до покупки же потому что знаете как бывает что-то покупаешь загоришься потом это бросаешь и она валяется вот эта вещь у меня не валяется ну не хочу сказать что я каждый день прям варю яйца но на салаты бывает на завтрак прям милое дело вот сейчас опять варю яички точнее парю скорее всего но яйца на самом деле получаются очень вкусные на пару можно сварить в обычной мультиварке до мультиварки вот на пару яйца но к сожалению мультиварку надо тащить кухонка у меня прям маленькая маленькая а вот эта малышка меня выручает и помогает ну что купила дорогую турецкую посуду стеклянную сейчас вам буду рассказывать в общем забрели мои ноги и завели меня магазин фамилия я там не было наверное лет пять если не сказать что больше и что я там увидела во первых сейчас магазине фамилия продаются продукты ну не такие продукты как там так называемые там разные соусы специи приправы потом всякие чипсы какие-то напитки вот что продается там посуда давно это я знаю потому что в свое время что-то там брала и не хочу сказать что там хороший выбор но иной раз можно что-то найти и выбрать в общем я в этот раз себе нашла и не поверите схватила последнюю штуку все и и вот так пересмотрела пересмотрела чтобы она была не треснутая а все сейчас выключу свою яйцеварку чтобы она была не треснутая не битая в общем я совсем недавно ну замучилась я уже покупать вот такие вот железные да для кексов для выпечки формы они быстро портятся быстро сходит с них покрытие вот быстро они деформируются силиконовые я тоже особо не люблю и задумала я в недавнем времени купить себе стеклянную увидела что оказывается такие вот формы для кекса и для выпечки бывают стеклянные именно форме кекса вот полезла на озон я уже там себе выбрала отложила сейчас подождите я открою чтобы они у меня сварила так быстро раз 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 и готова и смотреть за ней не надо в общем я уже отложила себе в корзину и там у них цена варьируется от 800 рублей в общем я нашла себе стеклянную такую кексницу за 800 рублей положила ее в корзину там есть даже и дороже вот и совсем не ожидала что я найду фамилии да еще вот такую дорогущую турецкую представляете боркам боркам паше бахче сейчас вам поближе покажу вот так может быть я не знаю будет видно не будет видно так размеры 31 31 это видать вот так длина 31 на сто двадцать три с половиной это вот это видать 12 с половиной вот это расстояние и высота 7 сантиметров вообще хорошая удобная штука для кексов значит да даже для мясного рулета вот даже для мясного рулета смотрите в принципе даже для какой-нибудь мясной запеканки даже для чего-нибудь запечь рыбу скумбрию например вообще красота красота и давно хотела стеклянную потому что что стекло я последнее время начала для выпечки покупать тоже стекло сами знаете что у меня есть даже целый набор и он не дешевый который я заказывала в озоне вот от такой маленький для такой огромной очень легко моется очень легко моется в нем ничего не пригорает не прилипает не нужно на стекло подстилать не фольгу не какую-то пергаментную бумагу даже если вы вот один раз потратитесь даже если она дорогая эта форма стеклянная но для вас вот я тоже знаете тоже думаю дорого-дорого беру всякую ерунду за 100 рублей буквально несколько раз выпекла и выкинула извините вот не как говорится не пожмотитесь не пожмотитесь купите зато вот надолго хватит вот и увидела эту форму фамилии как я рада я прям аж но плясала думаю как хорошо что я ее увидела стоит намного дешевле сейчас скажу вам сколько стоит тут написано в общем выгода в других магазинах стоит 1159 рублей выгода практически в половину угадаете за сколько я купила эту турецкую дорогую форму для кекса не поверите всего за 549 рублей 549 рублей обалдеть я если честно жаропрочное стекло и стекло страна изготовления турция давайте с вами дальше смотреть что здесь такое вот такая красота тут вот еще антивор но я не думаю что где ее унести то такую где своровать унести все разобрали осталось вот это я забрала этом осталась еще одна так кейк форма для кекса форма для кекса я думаю можно им использовать ее можно и использовать ее для хлеба для хлеба для каких-нибудь запеканок для овощных каких-то запеканок для мясных рулетах так что дальше еще тут все по-нерусски не могу вам ничего прочитать рассказать в холодильнике ее можно замораживать до минус 40 даже можно что-то распределить заморозить с легкостью моется в посудомоечной машине и выдерживает температуру в духовке до плюс 300 градусов цельсия также можно использовать микро вейв микроволновки микроволновки моды in турция посуда для микроволновой печи вот прям тут даже написано посуда подходящая для микроволновой печи в общем я очень довольна очень рада я сэкономила денежку вот тут еще есть вот такая книжечка смотрите как интересно вот посуда для микроволновой печи и что же у нас тут это наверное по уходу не знаю если на русском сейчас посмотрю буркам буркам вот так такая красота тоже какие-то обозначения обозначения и на русском есть это инструкция по эксплуатации жаропрочной посуды из стекла в микроволновке использовать только без крышки и в соответствии с эксплуатациями микроволновой печи так избегайте внезапного и резкого перепада температуры значит соответственно скорее всего ее можно ставить только в холодную духовку вот так не наливайте холодную жидкость в горячую так а горячую жидкость в холодную посуду да соответственно она видите ее надо она хоть и жаропрочная но и ой какая приятная такая неужели теперь у меня есть стеклянная форма я ее знаете вот там осталось две последних я ее вот так вот так вот так вот смотрела со всех сторон все же знаете как люди бывает небережно относятся к товару в магазине вот я была в своей фамилии вот который у нас недалеко от дома и там все так раскидано накидано как на какой-то свалке люди все вот так перебирают разбирают все туда-сюда перекладывают зачем если вы не хотите это вот так берут посуду потом кидают одну на другую да вот сколько раз я тоже видела взял посмотрел потом с такой силой поставил нижняя посудка бьется я никогда так не делаю я взяла посмотрела на максимум могу следующую взять ой ладно не будем об этом я думаю каждый знает как он ведет себя в магазине горячую посуду придерживайте при помощи сухого полотенца тут в принципе есть такие небольшие видите буквально сантиметровые ручки с двух сторон вот такие поэтому не просто она прямая а с ручками поэтому я думаю вот так перчаточками или прихваточками будет брать очень удобно так режущие изделия или удары могут повредить жаропрочную стеклянную поверхность не ставьте посуду на влажную или холодную поверхность и ни в коем случае не используйте влажное полотенце горячую посуду придерживайте при помощи сухого полотенца или прихваток вот кто-нибудь иногда не читал инструкцию по использованию к своей посуде вот мне интересно также не используйте посуду треснутой или поцарапанной следите за повреждениями стеклянной посуды так как она может стать причиной ранений вот турецкие производители нас обо всем предупреждают вот это я конечно сниму обязательно буду ее испытывать на же ой это надо опять со стекла вытирать спиртиком смотрите ничего не отклеивается ой нич вот невозможно оторвать невозможно вот так ну я конечно никогда так не использую смотрите все остался клей вся эта грязь все будет прилипать так я тоже в духовку ставить не люблю сейчас я все это спиртом ототру и вот это конечно тоже помою все содой это конечно не отдирается знаете не люблю когда вот магазины клеят вот есть такая вот это наклейка ой да аж пальцы прилипли чуть не это самое главное не разбить пальцы аж прилипает есть такая наклейка когда покупаешь например дорогую посуду вот я покупал да даже иной раз и недорогую иной раз фикс прайсе тоже какую-то покупаешь и там наклеена такая наклейка она типа какая-то пластиковая такая на ощупь такая вот ну не чисто бумажная и когда ее отклеиваешь даже не остается на пластике на стекле на изделии не остается клея наклеечка так отклеивается с легкостью вместе с клеем вот это к сожалению не оторвать это нужно будет вот даже тут цена стоит смотрите 549 рублей вот это не оторвать это надо будет сидеть сейчас или поставить отмокать потом это все либо знаете соды тереть на соды это долго вот чуть-чуть смачиваешь ватный тампончик спиртиком и протираешь а это вообще вот я например вообще не могу оторвать это сейчас мне надо он смотрите вот так по кусочку в общем это я сейчас замочу и потом оторву и с содой вот тут все 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 лишнее лишний клей уберу вот так кому понравилось обязательно подписывайтесь пишите комментарии какую посуду предпочитаете вы дорогую либо более дешевую ищите ли вы посуду где-то по скидкам и акциям потому что много где есть покупаете ли вы посуду фикс прайсе потому что у меня какая-то посуда из фикс прайса есть в икее очень хорошая посуда в общем расскажите какой посудой пользуетесь вы любите ли вы пластик любите ли вы стеклянную посуду мне будет очень интересно почитать я также думаю как и моим зрителям тоже будет интересно почитать вот какая посуда сейчас в ходу и какую вы предпочитаете потому что я знаю что в турции тоже не только вот стеклянный фарфоровый например посуды из фарфора пользуются но также и у них очень много пластика как и у нас у нас тоже очень много пластика всякие салатники пластиковые миски пластиковые все всего вот пластиковая много-много вот но пластик он конечно полезного пластика наверное скорее всего нет все мои дорогие пока 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 кому интересно подписывайтесь кому не интересно но просто иногда зайдите в гости может быть какая-то тема будет для вас интересным пока